Всем привет, с вами Optixtrade. Сегодня у нас на обзоре будет новый тепловизионный прибор i-Ray Fastfall 19. Прибор в первую очередь интересен тем, что является сочетанием в себе голографического и тепловизионного прицела и с возможностью вывода картинки на один экран. Пробежимся по основным характеристикам. Значит тепловизионный модуль у нас на 384 матрица, 19 линза, 40 микрокеринов чувствительность и 12 мм шаг. По голографической части в части голографа у нас окно размером 35 на 24 миллиметра, достаточно большое. Весит данный прицель 400 грамм. Для своего класса это очень много, как бы это голограф. Для сравнения габаритных размеров вот у нас холосан рядом, 510. С правой стороны у нас батарейный отсек и винты поправок на голографическую метку. Снизу, естественно снизу, у нас крепление на планку вивер идет отдельно. Если вы обратите внимание, крепление с демпфирующим устройством, пружинки такие маленькие. Такое же крепление на самом деле у RIC RS75, только побольше. Ставится оно естественно в паз, прикручивается на 4 винта. Вот так поставили мы, значит, прицел на макет на наш многострадальный. Размер вы можете теперь оценить, совсем здраво. То есть ствольная коробка, все дела. Вот. Из, не знаю, плюсов, минусов, так скажем, одна из особенностей это поднятие линии прицелями, причем очень солидно. Допустим, если мы поставим тот же холосан сюда, то можете видеть. Холосан здесь, а здесь окно аж по высоте. Ну, теперь давайте посмотрим, как он смотрит. Сейчас включим голографическую меточку. Видите, точечка загорелась. Можно сделать ее без подсветки, с подсветкой, там несколько уровней яркости. Всего там буквально три штучки. Дальше выключили. Путем нажатия на боковую шайбу включаем непосредственно сам тепловизор. Загружается достаточно долго, секунд 10, наверное. Вот. Это метка тепловизора. Сейчас мы выберем палитру. Долгим нажатием на клавишу P меняется наш палитра. По палитрам. В тепловизоре представлено всего 4 палитры. Это у нас заливка теплым, заливка теплого объекта зеленым цветом. Это непосредственно все окно у нас заполняется тепловизорной картинкой. Белый горячий. Потом черный горячий. Дальше у нас палитра с выделением контура. Здесь нету объекта. Мы сейчас дальше вам покажем. И опять вот вернулись к заливочке теплого зеленым. Если мы сейчас включим меточку от голографа. Вот она появилась. Пристрелка тепловизора и голографического прицела у нас осуществляется отдельно. Прошу обратить внимание. Значит вот так у нас выглядит главное меню управления тепловизором. Значит выбор палитры, контрастность, яркость, яркость прицельной сетки, метод фокусировки, калибровки простите, автоматический, ручной. Здесь у нас меню отвечающий за пристрелку непосредственно. Это у нас цвет прицельной метки. Вот она у нас есть, вот ее нету. То есть когда мы включим режим тепловизора, можно будет настроиться. Она либо черная, либо как бы белая. Здесь у нас активирование видеовыхода, выбор метод питания, но и сброс до заводских. В принципе достаточно стандартная менюшка, но элементы управления конечно не стандартны для Реи. Также у тепловизора присутствует двукратное увеличение, но больше не надо. Так и вот так. Хорошо будет для ночи, то есть мы включаем режим там либо зеленая горячая, либо черная горячая и работаем как в тепловизор. Что у нас по цене? Цена на этот прибор примерно начинается с 340 до 350 тысяч на данный момент, на момент видео. За что? За что вы спросите такая цена? В первую очередь это прибор с новой технологией для Реи. Представляет из себя наложение картинки с тепловизора на голографический прицел, проецирование так называемое. Для кого этот прицел? Ну, я вижу этот прицел только там, на какой-нибудь ходовой охоте, либо на загоне. Ну, такое. И для охотно прямоходящих приматов тут уже, ну чего лукавить. Как бы вот такое предназначение. Ну, из минусов, если откинуть цену, на самом деле приборы только один минус. Это плохой, плохо продуманный батарейный отсек, потому как, как только мы достали крышечку, мы встали туда батареечки наши, и закрыть его, это уже проблема. Тут надо подумать, постараться двумя пальцами, тремя. Как бы это не так просто. О, закрылся. Все. Ну, и защелкнулся. Нет, не закрылся, слушай. Вот теперь закрылся. Собственно, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. К обычным подписывайтесь на канал, на группы. Ссылки все в описании. Спасибо. Еще увидимся.